В школу просто так не пройти. На входе обязательный контроль. Ученикам измеряют температуру, которая не должна быть выше 37. Через утренний фильтр прошли заместители главы. Сегодня комиссия из администрации приехала в школу поселка Зверосовхоз с проверкой. Правительство Московской области и лично губернатор особое внимание уделяет уровню санитарной безопасности в рамках всех мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. И сегодня вот такой первый выезд нашей администрации на отдаленные территории. Посмотрели, как организован утренний фильтр, как наши детишки проходят школу. Школа в Зверосовхозе имеет несколько входов, и поэтому удалось разделить потоки, чтобы ученики не пересекались. Так же и в столовой. Мы разделили время приема завтрака. Сначала одна параллель идет, потом вторая, третья, четвертая, а потом уже старшеклассники, чтобы не было такого скопления на пищеблоке. Ребята учатся в одном классе, выходят только на некоторые предметы – физику, химию, физкультуру. Имеются в достатке стационарные санитайзеры и рециркуляторы воздуха. Проводится санитарная обработка поверхностей, проветривание и просветительская работа с детьми. Все это продемонстрировали в рамках проверки административной комиссии. Заместители главы познакомились также со школой и центром ее развития – точкой роста. Вот эта вот точка роста у нас имеет очень большую возможность, дает возможность менять методы, способы проведения занятий, уроков. Потому что материальная составляющая большие значения имеет. И это позволяет внедрять новые технологии. Центр образования цифрового и гуманитарного направления. Современное оборудование дает новые возможности. С помощью 3D-принтера ребята могут изучать информатику не только в теории. А мальчики попробуют на практике деревообработку и гравировку. Вот эта составляющая материальная, вот это оборудование, оно дает нам новые возможности применить новый формат работы и новые технологии на уроке. А потом реализация вот этих познавательных направлений у детей, желание развиться. Вот когда они приходят в такие отремонтированные кабинеты, когда они видят такое оборудование, у них появляется желание. Здесь же работает мультистудия. Ей занимается Наталья Олифер. Учитель работает в школе 5 лет. В этом году она стала победителем регионального уровня проекта «Педагогический дебют». По словам коллег, продуктивный, креативный учитель готов изучать новое. В этой школе вообще много молодых кадров, которые к тому же и живут в этом поселке. Это, наверное, всегда хорошо. Во-первых, для педагогов, где нужно добираться до рабочего места длительное время, вышел из дома и пришел сразу к себе на работу. И, конечно, хорошо, что местные кадры именно работают с нами в наших образовательных учреждениях. Впечатления от учебного заведения у комиссии положительные. Недочетов в антиковидных мерах не нашли. Кроме того, в этой школе доказана их эффективность. Заболевания детей с сезонным гриппом этого года не превышают показателей прошлого.